Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Итак, отчет за вчерашний день. Так, подожди-ка, сегодня-то ураст, какое счетло? Ну да, правильно, ошибки нет, давай. Номер 59. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 08.02.2016 года. Повторяю, здесь мы выставляем, какие были письма, какие-то события, люди попросили об этом, но это не все. Есть вещи, которые нельзя, ссылки делают только на ролики, их объясняешь. Но ролики не будешь сюда выставлять. Очень много просят какую-то книгу, фильм, дать комментарии. Это мне невозможно, я только отчасти могу, что это невозможно по времени. Итак. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Вокруг его были православные люди. Ни одного там не было старообрядца, ни одного баптиста, никого нет. Трещь-то идет о чем? В первую очередь о православной церкви. Все ходили в церковь, исповедовались, курили, блудили. И вот печать. А ты-то сам в этом был, тоже курящий был. И никто его за это не отпущал. Это особый разговор-то. Но ему это было дано. Он, уходя, сказал, вот вам все. К чему он пришли? 300 лет царствовал. И только наплодил, что измена, трусость и обман. И этой изменой, трусость и обманом мы захватывали, захватывали, пока не лопнуло, чрево не расселось. И Аляска, и Порт Артуры. Все. Ничего не надо было. Дальше. Я не бываю в контактах, в одноклассниках нигде. Модераторы, администраторы там работают. Там страничка у меня есть в Фейсбуке, там Твиттер. Не знаю, что такое еще нет. Живой журнал. Помогли все сделать. Там работают другие. Ну а ответы-то я даю на форуме. Поэтому на наш форум приносят они. Я отвечаю, опять перекидываю. Вы сами приходите на форум. Сами. Но модератор не каждый день может даже зайти. У каждого уже работа есть какая-то. Сколько я говорю, все равно лепят туда. Ну, на форум зайдите. Зарегистрируйтесь. Там форум-то 1887. И вот я здесь высвечу, а вы читайте. И даю объявление. То есть нужно дать краткое содержание на каждый ролик. Берите какую-то тему отдельно, на собрание кто-нибудь взялся бы. О чем, на какой минуте, где говорится. Вот. Уже по этим вот, которые сейчас ежеутренние у нас беседы. Об этом уже работает тут Николай Коля. Так он называется. Не знаю ни фамилии, ничего. Спасибо, Господи. Ну и вот что вчера. Тут кое-что я оставил, что пишут. Юрий Казаков. Дай Господь вам долгой жизни, а в памяти, если Господу угодно, будут помнить. Господь всемогущий. Трудно это понимают самолюбивые современные служаки. Ну, о ком он говорит служаки? Вот интересно. Ну, понятно, служба. А кто-то, да и на утреннюю службу пошел. Внутренняя служба. Видите, речь идет о определенном человеке или отдельной категории людей. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу. К Дворкину у меня всегда было ощущение, как у вас в протеории Ткачеву. Вот и подтвердилось. Слава Богу, Христос царствует. Так что Дворкину будет не до нас. Это Господь все это выстретит. Пока вчера я зачитывал о том, кто такой, что и свое, когда меня держали на экспертизе. Пусть они покажут подобное. Михаил Кальмаев. Хорошие беседы, разидательные у вас, Игнатий Тихонович. Получается, с отцом Наумом. Наум отец еврей. Его привезли, похвалиться. Он баптистом там как-то знакомый был, привезли. Ну, а что у меня? Тут бедность одна. Ну, не больше трех часов они побыли. Все, он взялся православным. Теперь батюшка. А Наум Израилевич. Родители у него евреи, говорится, чистопородные в Израиле. Вот, пожалуйста, с евреями надо воевать. Надо воевать. Как? Любовью. Любовью. Пусть через каждого священника, ну, через мирянина-то, не знаю, кто придет, чтобы еврей пришел и стал священником. Вопрос решен. Что судить-то? Бог будет судить по плодам, а не потому, что ты слюни по бороде пускал. Дальше. По собору под каждым вашим словом подпишусь. Все так. Вот только не сдвинуть начальствующих в церкви к такому пониманию. Какое вы озвучили? Силами человеческими одна надежда осталась в Бог. И еще на 20 минуте 29 секунде отец Наум говорит о священнике, которого отлучили, и уже будучи отлученным, он перешел к старостильникам. Отец Наум ждал, что вы подтвердите, так нельзя делать. Но вы, наверное, не расслышали вопрос, и вы дали ответ, что можно так делать. Можно так делать. Понимаете? Тут нестандартный ответ. Я вообще разаново еще прослушал, может быть, действительно я что-то не расслышал. Все расслышал. Ответ даю. Этот священник ни в чем не виной он был. Звият Гамсахургия был такой у них президент, его они убили там. Говорят, как охотились, убили и прочее. И этот человек к нему расположен. И за то, что он к нему расположен, его отлучили. За это разы можно отлучать. Кому-то расположен, политическому деятелю, президенту Грузии. Совершенно, абсолютно незаконно. А что дальше нужно было делать? Отлучить тех, которые отлучали. Второзаконие 19.19. И это говорят правила. Сделайте ему то, что он хотел сделать, когда подтвердится, что неправда. Это неправда. Отлучать нет такой статьи за это. Ну, один любит царя Николая, а другой любит, может быть, венгерского царя. И что из этого? Мало ли, Дракула какой есть. Вот. Я отвечаю, что здесь абсолютно несправедливо. И поэтому он ничего не сделал. Он перешел к Старосильному. А теперь Старосильные не имеют рукоположения. Ну, проверьте, имеют, не имеют. Мне известно, что имеют. Это законная церковь. А у них шесть разных там, еще друг друга не признают. Каждый ответит за себя. Но у них епископы отошли законно. Это не сектанты никто. Это церковь. Церковь. Греческая Старосильная. Вот что из-за стиля отошли, разделились, это совсем смешно даже. А надо было? Ни в коем случае не надо. Оно уже есть. Меня спросили, я ответил. Отец на ум. А в нем говорит. Он ждал. Мало что ждал. Я еще должен теперь на ваши ожидания отвечать, как есть. Он не виновен. Не виновен ничем. А тем более у отца на ума, он говорит, жена у него не но. Звиедистка. То есть она как раз за этого была. Там может быть насчет еще этого священника разговор идет. Насколько я знаю из ваших бесед и ответов на вопросы, вы очень щепетильны в этом вопросе. Всегда проверяли, не отлучен ли, не в запрете ли находятся священники, приезжавшие к вам. Абсолютно точно. И дальше я начинаю расследовать. Узнавать, писать, даже поехать узнать, что он такой, где, как. Вот. И о себе самом говорил. И сами себе говорили, что если отлучат, буду как отлученный. Но благовествовать никто не может запретить. Поэтому тот священник, находясь в запрете, должен был служить, где бы то ни было. А благовествовать, пожалуйста, благовествуй. То есть я говорил о себе. У нас был епископ Евтихий Курочкин. И он на меня сильно грозился, на батюшку там под запрет поставить. За три моих материала к истинному православию. Это о том, что на русском языке надо вести службу. Второе о службе, о клятве и о благовестии. Вот эти три материала. За материалы грозился отлучить. Но я сказал, ну а если отлучат, ну выйду в коридор, буду стоять и все. Дальше Бог прояснит обязательно. А если это до смерти будет? До смерти, значит, и он ответит не я. То, что он меня при счастье незаконно лишил, я же не могу лишен быть Царства Небесного, как некоторые. А вас там, митрополитнице, да что, структуру Бог смотрит, что ли? Бог смотрит мое отношение к Нему. Это все человеческое сгорит. На суде Божьем Слово Божие будет, главное. Слово мое будет судить в последний день. Вот прям помирают. Отойдите от этой прилипчивости к людям. Патриархов сколько в аду будет, сколько священников, сколько епископов. Согласно слов святых Златоуста, Серафима, Саровского, как будто ни одного спасенного из них нет. И дальше. Оксана Малько. Я не вникаю в слова обвинителя Игнатия Тихоновича. Бог никого в такой миссии не призывал. Они копают и обвиняют, потому что нет у них собственных идей. То есть к тому, чтобы подкапывать все. Вот они кучей собираются. Я называю, когда нападают они. Кто нападает незаконно, лает, визжат аж прямо. Это кодла. Кодла это стая бродящих собак, которая называется шатохи. Они ничьи. Это ничьи люди-то. И какие мерзости говорят. Новые ролики на меня составляют. Это награда моя. Награда перед Богом. Вчера посмотрел, сунулся, как они начали сейчас. Вот. Я потом скажу в конце. Там анафема. Слово анафема. Ой-ой-ой. Попался наконец-то. Ум отказал старику. Вот все теперь. Теперь он попался. Икону он ненавидит. Икону ненавидит. Иконоборец. Бешеное кодло патриархийное. Я вам покажу, что слова эти я выставил. Это кто-то писал. У редакции везде приписка, когда газеты идут. Мнение редакции может не совпадать с материалом. Я же не сказал, что я так думаю или чего-то. Прислал американец. Американский Вилли Олсен. Хороший человек, видно. Ну и написал. Вот видите, как говорят-то. Прямо аж. Ну видно, что с ума сходят. Я думаю, наверное, обмощатся со страха. Что они над собой делают. Криком кричат прямо. Ой-ой-ой-ой. Это мы Самсонова подключили. Вся эта кодла. Это бродящая шайка. Они говорят, да что вы их волки. Какие волки? Это тараканы. Тараканы там называют. Ну я говорю библейскими словами. Лютые волки. Ну а дальше Бог спросит. Понимаю так. Заняться им нечем. А калории расходовать как-то нужно. Ну а если некуда калории. То крестью Рассаната Льва Толстого. Только один, говорит, остается клапан. Это внизу, ниже пояса. Поэтому блуд. Это развратники. И они скрываются. Имена там где-то фотографии нет. Это развратители. У них темное все. У них ничего нет. Вот у меня вчера, допустим, за день я выставил 11 роликов. Ну еще посмотрите, кто, у кого есть это. Да какие материалы-то. Новые-новые люди обращаются к Богу. Получают утешение. 11 роликов за день. За один день. Там и стихи. Там и проповедь златоустая. Вот сегодня, на сегодня меньше будет 7, допустим, только. Ну это 7 роликов полновесных. Там по часу и больше. Дальше. Ну вот что хотелось бы сказать таким. Сейчас самое время прислушаться к словам и глам. Сейчас время, когда Бог подносит истину в золотом сосуде к вашим устам. Дорогие обвинители. Почему это в золотом, возмутитесь вы? Вы только посмотрите, как все оформлено. Книга, сайт, открывай рот, дожуй. Но вы не услышите. Поэтому позже к вам придут такие безызвестные, как я. Например, глиняные сосуды. Глиняные пошли. Из которых вы вообще пить не захотите. А после этого ослицы станут вас разумлять. Но вы совсем очерствейте. Потому что ваше безумие ослепило вас. И вы не услышите, сын погиб. Я бы так не сказал. Даже вот это, что золотые сосуды и прочее. Я вчера смеялся сколько. И вечером в пример привожу. Ну дают. Кстати, зная даже, что будет дальше. Вы канонизируете Игнатия Тихоновича и начнете деребанить мощь. А ведь все святые, над которыми вы совершаете такое кощунство, более всего желали, чтобы прислушались к их словам, а не целовали их после смерти. Так как для них, грешника, на верный путь поставить самый лучший поцелуй. Вообще, кто она, Оксана. Оксана, вообще, благодарю Бога. Господь как сказал. Ольга Лопапина. Мне нравится смотреть этот канал на ютубе. Слежу за каждым новым видео. Спасибо вам за такой канал чудесный. Видите как. Юрий Соболев. Благодарю, Игнатий Тихонович, за духовные наставления. Замечательные стихи. В стихии я каждый вечер доставляю два свои стихотворения. И на них столько отзывов. Поганых ни одного нету. Стихи требуют еще расшифровки. Мне сколько уже просят, расшифруйте отдельные строки. Ну, если не знают. У меня один корректор был на стихии. И она говорит, я не пойму, что такое снопы наклонились, там то другое. Она не знает, это снопы из видения Иосифа, патриарха Якова сына. Надо знать священное писание. Как-то я один раз стихии дал. Тут поэтическая рубрика, газета отдается на Алтае-то. Ну, и один говорит, с таким трудом ваши стихи прошли. Ну, напечатали. Я говорю, а почему с трудом? Так и во воскресенье Христа, говорит, говорит, а они не верят в это. Прислушайтесь, как стонут удивленко с горлинок томных голоса. Они говорят, ну, какой рассвет встает окровленный, и в пурпу продеваются леса. А в воскресенье Христа. Они не верят, но действительно не верят. Я один раз давал туда, тоже поэты, в другом месте попросили, дайте стихотворение. Я дал. Там стихотворение 20 или 30. Я не знаю, напечатали или нет. Ну, и ничего нет. А потом один из них, который руководитель, увидел, как наша сестра отправляет посылки. И как раз книги эти стихи. Он так и главный раз. Это его книги, Игнатий. Да дайте хоть один-то. А от него что-то было, мы даже не читали. Выгоняться будете за каждой строчкой. Еще раз говорю. То, что я пишу стихи, это невероятная вещь. Я сам понимаю, одна писала такие стихи у католичка-то. И как-то донесли папе. Папа ее вызвал и говорит, ты как допишешь? А у нее там такая не складно, ничего, но смысл заложенный который. Она говорит, не знаю, у меня внутреннее желание написать. И она ничего не могла объяснить. Ну, представьте, вот стихотворение по 9 куплетов. 4 строчки в куплете. 306 строчек. И у каждой эпиграфы священного писания. Напротив каждой строчки я указываю место писания, откуда мысль взята. И таких стихов 3467. Это 4 тома по 800 страниц. Каждая страница заполненная. И от столько листов карандашом я заполнял. И без помарки все записаны. Это невероятно и невозможно. А как? Я понятия не имею. Бог просто ну дает им все. И сегодня, на которые стихи я не отзываюсь, я их прочитаю даже. Они стихами нельзя назвать даже. Корявые такие все. Это проповеди стихах. У нас на занятиях только что возник вопрос. Гордость как понятие. Может ли быть употребима в положительном значении или нет? Моя совесть подсказывает, что нет. А что говорит эта святая Библия? Видите, вопрос говорит. Он преподает в государственном университете, в академии. И при патриархии, в Красноярский край, там курсы разные. Да еще две группы ведет. Человек при здравой памяти говорит. Я отвечаю. Знаете, какой ответ? Он пришел ко мне и спрашивает. Но спрашивать уже знает как. А что говорит Библия? Да люди не верят в Библию. Неправда. Вот представьте, 70 уголовников, почти все тяжелые статьи, убийства, убийства, изнасилования малолетних. И меня туда в камеру суют. Но уже Господь атмосферу приготовит. Уже в обед меня начальник вызывает. Это ваша работа. То есть уже переписаны молитвы, то другое. Где-то в заначку там щелочку сунут. А на прогулку к нам ведут. А с другими они переговорят, там постучат. И те берут. Это ваше? Ну, мое. Так, ну давай, садись, рассказывай. Я начинаю ему говорить. Как? Вот начальник тюрьмы обратился. Представьте, что Бог делает. Следователь меня допрашивает. А я его допрашиваю. И он ей, следователь, принимает крещение с полным погружением. Я могу называть даже Пищугов Виталий Николаевич, город Барнаул, краевая прокуратура. Это тогда городская была. Что-то это значит? А потом он начальник юридического отдела регистрации религиозных обществ. Это что-то говорит или нет? Понимаете, вот нужно довериться Богу, слушать его голос. И Дух Святой будет давать тебе так интересно, интересно это будет жить. Быть его трубою. Вот я ему отвечаю. И она есть причина падения дьявола с неба. В полной Библии встречается это качество 131 раз. Понятно? Уже статистика, я люблю. Дальше. И все 131 раз только в отрицательном смысле. Вот. 131 раз. В отрицательном смысле. Мне пишет письмо глава города, мэр города Баварин Владимир Николаевич. У меня есть там... Он восхищается. Нас познакомили, когда мы ехали в машине. Приехал он в это место передавать дом. И он вот так вот как вывернулся, вывернулся на сиденье. А это не просто мэр. Он входил в десятку лучших мэров России. Это вы в моем городе живете? Его в городе живет. А я и не знал. Так он сколько раз приезжал сюда. И вот бумагу принесли от него, она висит. Вот. Теперь у вас есть место для встреч и молитвы. Я еще раз убедился, что заочно знакомиться с человеком сегодня узнаешь. Теперь я желаю, чтобы гордо несли Слово Божие. Гордо несли Слово Божие. Но он-то понимает по-другому. Некоторые уцепились. Но не я говорю это, во-первых. А во-вторых, он расположен. Каждый год мэр дает отчет в городе о работе. И мне приносят, приносят пригласительную. Интересуются. Ну и как выступил? Ну, видно, что владеет Словом своим. Понимаете? Их не интересует мнение. Вот я-то кто перед ними? Это или мэр такого значения человек? А вы знать не знаете ничего? Ну, вы просто упускаете момент, когда можно что-то задать, спросить. Мне иногда говорят, ну, а как вы можете это столько запомнить наизусть, святых отцов, каноны? Не зная этого. Не зная. Я не имею ни образования этого, ничего. Просто я молюсь. Один ответ. И вот ответ о гордости. Я так не буду засчитывать. Вы прочитайте. Ну, можно прочитать. Считай. 1 Тимофея 3, 6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Вот от чего дьявол пал? Как зло могло появиться, когда еще людей-то не было? Вот этот единственный стих Библии, 1 Тимофея 3, 6, на который ссылается златоуст. Это говорит намек, что дьявол пал от гордости. Дальше. Сирахов 11, 7. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступно против обоих. Да. А у меня на меня, вот я говорю, допустим, попам не подчиняюсь, когда они, ну, омерзительные вещи затаскивают в церковь. Это гордыня, прелесть. Гордыня, прелесть. Да гордыня, прелесть вся в церкви. В церкви у вас, под вашими рукавами. Вы взяли на себя власть Божью. Прощают, отпускают грехи незаконно. Притом, это им дана власть эта, но они злоупотребляют властью-то. И вот гордыня вся там у вас. И вся эта прелесть, прелесть, прелесть сатана этой власти-то. Дальше. Сирахов 11, 9. Что гордится земля и пепел? Вот кто такой человек. 11, 14. Начало гордости, удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Это всех касается, в первую очередь, попов. Веры-то никакой нету. Начало гордости положено. 11, 15. Ибо начало греха гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. Вот что она меня говорит, и все гордецы, изрыгаете мерзость. Потому что я внутри нахожусь в церкви, и всю эту систему я ее вижу, знаю. Когда я написал там, что делается, дьякон Бурдин, он в Афгане болел, по молитвам выздоровел. И он говорит, ваше благо, Бурдин Сергей Александрович, что Игнатий не в алтаре. Он написал только то, что у вас там делается где-то. Что там делается? Антимин спереблеванный лежит. Как они там кощунствуют в алтаре священники. Заходит священник, а уполномоченные были, и там с городской администрации, женщина сидит на престоле, выпивает. На престоле. Не падайте в обморок. И вам ли рот-то раскрывать на меня, поганые гнойные рты раскрытые, такое зловоние издают, миазмы, как болотные змеи. Вам ли это надо? Вас весь мир уже ненавидит. Опомнитесь. Господь вам говорит истину. Не гордитесь, а бойтесь. 11.21. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся от жен. Иов 35.12. Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. И Бог вообще на молитве не отвечает. Везде это показывают ролики, как освещает машина. И только освятил, деньги взял, бац, в дерево машина врезалась. Это ролики стоят, посмотрите. Над вами уж кто только не смеется, что вы делаете. Псалом 9.23. По гордости своей нечестивой преследуют бедного. Вот что они делают. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Во все ваши ролики, что на меня ставите, вы уловлены будете этим. К вам это вернется старища, то есть вас сто крат больше. Псалом 30.19. Да они имеют устал живые, которые против праведника говорят злою с гордостью и презрением. Как они ненавидят, как говорят, да кто такой. Вот оно прямо это к вам относится. А я-то этого не говорю даже с гордостью презрением. Я говорю факты. А вы-то ничего не можете придумывать. Псалом 58.13. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своих, заклятвую ложь, которую произносят. Ну вот там, что они там на этой конференции. Чтение какое-то мировое. Собираются международные. Рождественские чтения, там Дворкин. Это про вас же говорится. Слово языка их грех уст их. Псалом 72.6. От того гордость, как ожерелье обложило их. И дерзость, как наряд одевает их. Даже малые дети, где мы бываем, выступаем, священники детишек натравливают. Ну, школьники, пятиклассники. Как только где-то мы выступили, священники знают, у меня телефон раскаляется. Матерятся, говорят. Тогда уже знакомые говорят, ну скажите батюшке-то, скиньте, что вы делаете-то. И, видимо, скажут, там через неделю кончают. То есть, ну более безумно поступать, чем священники, никого я не слышал даже. Кажется, превзошли дьявола даже. Детей маленьких натравляют, они матерятся, выходят. И вообще ужас какой-то. Боже, гордый восстали на меня. И скопище мятежников ищет души. Ну, скопище-то кодлое называют, скопище. Не представляют они тебя перед собой. Понятия не имеют. И только в Псалтире гордость осуждается в 31 раз, и у Сираха 18. Представьте себе, считают Псалтире, а гордость себе не применяют. Чем гордиться? Земля и пепел. Мирские люди, ничего не зная из Святой Библии, подразумевают под гордостью достоинство, надежность, довольство. Я объясняю. Юрий отвечает. Сердечно благодарю, Игнатий Тихонич, за исчерпывающий ответ. Следующее занятие начну с вашего ответа на этот вопрос, чтобы однозначно разрешить его для слушателей во свете Библии. Спасибо, Христос. Понятно. Видите, как Бог находит рупор, и теперь уже знает студенты. Александр Каверин. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Приятно на душе, когда читаешь ваши стихотворения, которые как бы и не от вас, но вы, Вадим, и Духом Святым их пишете. Я не знаю, никто вам такой. Ну, ему положено-то на сердце. Сейчас они его искать будут и заливать его мерзностью. Кто такой Лапкин добытый, то-то-то-то. Они мне эти люди пишут. А кто это такие вдруг? Я говорю, вы назвали меня, прямо кидаются, действительно, кодлы, бешеные собаки бегают. Даже возбразить невозможно. И эта компания все еще разворачивается. Почему? Потому что дальше этого не будет. Это лето положит конец всему, может быть. Николай Выков. Спасибо, Христос, Батюш. Это изобретатель, очень важный человек. У него только патентов, изобретений, он говорил, 80 или больше. Особенно понравилось про невостребованный овощ. Как будто про меня написано. Ты борешься на Ниве духовной. Мне приходится бороться на Ниве технической. Ничего. Пробьемся. Ты неправильно ударение делаешь. Ничего. Пробьемся. Мы же русские. С нами Бог. Но тебе тяжелее стучать в закрытые души. Мне попроще. Я стучу в закрытые ворота. Когда-то мой стук надоест и мне откроют. Начали приоткрывать. И удивляясь, смотрят. Ничего. Лучше быть плохой у Бога, чем слоном у окаянного. Вот какие выражения. А, плохой у Бога. Виталий Шерстобитов. Мир вам, уважаемый, Игнатий Тихонович. Доброго здоровья. Смотрю ваши труды. Впервые услышал вас в начале 90-х в первом большом доме села Потеряевки. Приезжали к вам на проповедь с бабушкой моей Ксенией Михайловной Шерстобитовой. Она с моей мамой работала на пасеке колхозной. Моя мама Мария Егоровна. И вот она. Уже тогда ваши проповеди произвели на меня огромное влияние. Хотелось бы послушать вас по скайпу, если вы позволите. Все, мы встретились, поговорили. И этот ролик будет выставлен. Запомните его. Владислав Марущак. В среду днем Франклин Грэм ответил на радикальной мечети визита президента Барака Обамы про закон уничтожающий опровержение. Все это непонятно. Тут понятно. Тверждение президента о том, что американцы должны быть больше принимать ислам. Вот кавычки открыты. Основы этой нации не имеют ничего общего с исламом. То есть у американцев. Но все, что церковь Иисуса Христа. Писал Грэм на фейсбук. Ислам не может спасти никого из ада или открыть врата неба. Так. Ислам не может никого спасти из ада и открыть врата неба. Это мы считаем в фейсбуке. Он добавил, что только один может сделать это. Иисус Христос, Сын Божий, который заплатил долг греха для всего человечества, отдав свою жизнь в жертву на кресте Голгофы. Где он пострадал и умер за грехи наши. Взял наши грехи и на третий день Бог воскресил его торжествующей жизни. Грэм также отметил, что Иисус жив, в свое время как пророк Мухаммад и уже давно мертв. Ох как, жив, а тот давно мертв лежит. На кладбище пройдем и скажем, кто здесь. Кого бы ни назвали, здесь. Махатма здесь. Христос. Тишина и вдруг голос с неба. Его нет здесь. Что ищете живого среди мертвых? Он воскрес, он на небе. Вот в кого мы веруем. Грэм писал этот жестко сформулированный упрек в ответ на Обаму посетить мечеть в Балтиморе. С представленными связей с терроризмом. Ну да. Матюшин Алексей. Это бывший Барнауле. Он уехал в Казахстане и живет. И пишет. Завтра собрание на меня, гонение. За связь с тобой. За связь. Понимаете? И даже биографию его если рассказать. Это человек, может быть, не один раз сидел. Потом его освобождали. И вот он сидит там, он художник и рисует. И в это время появляюсь я. Первая встреча. Я ловил преступников. У меня собаки дрессированные. Как? Поезда они грабят. Ну и я милиции упрекал. Упрекал сильно здесь. Он испугался. Говорит, разве так можно с милицией разговаривать? Я говорю, в ответе перед Богом. Вы обязаны смотреть за этим. Ну и проще. Ну а потом уже ближе стали. Вот он крещение принял. Приезжают священники. Некоторые прихожане восстали против меня. Молитесь за меня. Собрание будет в 11 часов по Москве. В 11 в Москве помолитесь. Алексей Егорович Матюшин. Матюшин, отец Роман, который поет, сихий тоже Матюшин. Михаил Кальмаев. Так нужен ли таков, какой я есть? Это мое стихотворение. Там строчка одна. Ответ только один. Нужен. Нужен очень. Не ради восхваления, а трезвое размышление, я вижу милость Божия в том, что в русском народе Бог открыл вас. Нигде не видно же ничего подобного в наше время. Я вижу через вашу деятельность призыв России к покаянию, осознанию своих ошибок и их исправлению. Думаю, это последний призыв Божий ко всем нам. Мне даже думается, что Господь пошел вам навстречу, отложил и дал возможность проехать по России, и не только с обращением к русским православным, но и ко всем православным и неправославным, и все же в первую очередь к тем, кто разговаривает на русском, думает на русском. Ваша, Игнатий Тихонович, настойчивость и молитвенное состояние как бы остановили на время руку Божию от наказания этого упрямого народа. Но гнев Божий грядет, и теперь же ничто не остановит, потому что не приняли призыв к покаянию и исправлению. Сейчас уже отчетливо видно, что идут старым путем, за который уже были наказаны очень жестко. Как и когда не знаю, но без последствий отступления от Евангелия не останется. Если кто-то не согласен с выводами, это их дело. Все узнаем. Думаю, немного времени осталось. И тут один пишет, я уже не называю. Игнатий Тихонович, у вас устаревшая информация. В собрании вы, о сайте вы говорите, что день просмотров 2-4 тысяч на ютубе. Дело в том, что последние полтора месяца количество просмотров стало выше, теперь в день в среднем 6 тысяч. И в месяц было порядка 100 тысяч просмотров, а сейчас около 180 тысяч. У вас просто появился дополнительный зараздел событий дня, который дает дополнительные просмотры. Говорят, да это враги вам такую тему подкинули. Ну что ж, враги, слава Богу. Татьяна Бабылева. Игнатий, но ведь в слове написано, что истинная вера у тех, кто исповедует Христа. 1 Иоанна, глава 4-23. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. И всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы уже слышали, что он придет и теперь уже есть уже в мире. Почему православные так рождебно одностроены к протестантам? Ведь они живут по Евангелию. Первоапостольская церковь не православная была. У евреев вообще православия нет. Эти названия меня пугают. Они свет раздор между христианами. Разве не так? Не так. Живут они по Евангелию. Ну вы думаете, живете по Евангелию. Ну хорошо. Кто вы там? Ну 20 тысяч, говорит, сегодня. 21 тысяч разных, называют там, еретиков. Динаминации, конфессии. Нет этих слов. Выкиньте. На оба эти слова одно слово ересь. Это церковное слово. Это божественное слово. Живете по Евангелиям между собой-то, нет? Понимаете так, как церковь? Нет. Когда возникли, боитесь сказать, что новую церковь Бог организовал. Вне церкви нет спасения. Церковь только там, где есть рукоположение от апостольских времен. Я уже говорил, католики, православные, григориные армяне, копты и сирийцы. Все. За пределом церкви нет. Христос придет за своей невестой церковью. Ну, подумайте маленько хотя бы. Посмотрите, тысячелетное царство будет когда-то. Три воскресенья. Откуда три, когда все-таки написано два? Татьяна Вавилева. Ник Вучич Пятидесятник. А это не секта, церковь. То же самое. Потому что 1 Иоанна, глава 4, 23, не обзывайте сектантами своих. Своих. Зачем обзывать? Это как есть. Ну, я не буду сектантом говорить. Будет говорить еретики, и вам легче от этого. Вне церкви нет спасения. Маляко Оксана. Спасибо. Не монастырь, а к небесам паломник. Долгих-долгих лет вам, Игнатий Тихонович, не оболкайте. Это из стихотворения взяли. Алла Петеримова. Храни вас Бог. Многое вам лето, дорогой брат. Игнатий Тихонович, трудиться над душами. Кто с вами имел общение на благо. Если кто хотел, желал индивидуальный труд по состоянию душ, детей и взрослых. С большой благодарностью, поклон до земли, награду Господа Иисуса Христа в спасении для жизни и вечности. Прошу для вас. Хотя вы об этом и не думайте, просто это ваша жизнь. Хвала Христу, за встречу с вами. Вот смотрите, какие стихотворения. Я их решил, раз на них ссылаются. Вчера я выставил. Каждый день я выставляю два стихотворения. В Ютубе. А они текстом идут внизу еще. Я их начитываю. В видео начитываю. А переношу их в мой мир. Там они без текста. Так что надо еще туда вернуться, текст прочитать. Бывает и неправильно, может и слово какое-то скажу. Читай. Псалом 111.6. Эпиграф. Эпиграф каждому стихотворению из Слова Божия. Он вовек не поколеблется. Вечной памяти будет праведник. Экклезиаст 1.11. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Экклезиаст 5.19. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Так, ну читай теперь с выражением. Быть может, думать так нехорошо, но каждый раз, когда к друзьям звоню я, печальным новостям готовлю я мешок. Декабрь завьюженный средь жаркого июня. Алло, алло. Тембры незнакомые в трубке. Сапарский узнаю, туда ли я попал. Скажу, пожалуйста, чтобы не казаться грубым. И за улыбку не получить оскал. Опять в который раз мне говорят. Такой-то умер, скоро и внезапно. Звонки из траура чернее длинный ряд. Не одиночной стрелы, а охапкой. И обо мне когда-то тот, кто так же скажет. Быть может, охнет кто-то с горяча. На телефоне крест поставит жирной с ксажей. Никто не будет в трубку мне кричать. Сумею ли им память пробудить укорами, не колокольным звоном. Мой барабанный бой шел из груди. Путь освещал по коридорам темным. Мой голос напугает ли собак? И приголубит ли любезных голубков? Порядок сохранят ли точно так? Хотя бы те, кто лично был знаком. Не скрою, хочется советы подавать. Три тысячи ответов в книгах заготовил. На ереси любые мой спущен газогват. И меч, сверкающий божественное слово. Я объявил газоват греху. Не мусульмане кому-то. Я объявил его. Вот смысл-то какой. Звоните чаще. Подновляйте память. С великим сожалением сразу не отвечу. Поверьте, на душе вам легче станет. И главное, мне возражать вам будет нечем. То есть я умру, меня не будет. А все же хорошо, что я еще здесь есть. Разглаживаю бороду и щурость. 24 38 46. Это вот телефон. Мой статус речь живых пока еще де юрия. Вот какие стихотворения. То есть официально закончены. Я просил молиться, кто находится здесь. Всех, кто находится утром на этой записи, чтобы молиться усердно. Это я написал 2-го, 11-го, в 6-м году. И второе стихотворение. Деяние 20 34. Сами знаете, что нуждом моим и нуждом бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы наподдерживать слабых и помятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми им помолился. Тогда немалый плащ был у всех, и падая на бою Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Это эпиграф к стихотворению. Я под вас стихотворение. Второе. Быть невостребованным овощем – беда. При жизни умершим, ненужным, примеликаться. В пустыне, жаждащему, как так нужна вода, сидящему в колодце, не бойтесь без... Не обойтись без сказки. Не обойтись без сказки. Я сшистил колодцы, знаю, как это опасно. Как падает глина, может ведро сорваться. А этим инструментом и мотыгой, и молотом, крушащим основанием, мог я бы стать не просто бложкой прыгать, конечно, нездоровый большой в кармане, стать нужным во время и однозначно... Вовремя. Стать нужным вовремя и однозначно к месту, сгодиться на шумливом полигоне, не знать, что значит на талантах плесень, вперед стремиться как бы от погони. Кому я нужен, сброшенный с постели, кто козырьком ладонь глазам подносит, меня высматривает и, заметив ели, бежит, как оглашенный, себя забывший вовсе. Так нужен ли таков, какой я есть, детишкам, зрелым, старости незрящим, когда я на разрыв и некогда присесть, ни от кого тепло души не прячу. Понимаете, у нас спотыкаются еще, маловато грамоты хватается. Это стихи-то корявые. Я эту рифму-то пинком загоняю буквально. С такой характеристикой в тюрьму и в управленцы с радостью приемлют. Что не скажу, все правильно поймут. Всем нравится, что на ходу не дремлем. Без нас обрушится обвисший потолок. Снопы повалятся в опасном направлении. И здесь, и там успел стакрат помог. Тот дом и шторм не сдвинет, не накренет. Имейте же в виду мои таланты, их щедрость и умножение в простоте. Усердно упасил мотопланка. С молитвой и постом, конечно, во Христе. Быть нужным Господу в ужаснейшем проломе. Проделанном монахами, попами. Не в монастырь, а к небесам паломник. Своей активностью он вхож, ленивым в память. Вот видите, какие стихотворения, как будто какие стихотворения. Но пробуйте, все-таки найдите, что-то здесь есть. Что есть? Теперь посмотрим наши ресурсы. Это вот мой мир. Вот как-то у меня несколько страничек там. Но вот здесь именно вот так вот. Я призываю, вот видите, как человек, чтобы лицо полное было и лицом суда. Сделайте настоящие свои ролики. У меня каждый день выставляется, вот из сколько новых роликов сегодня опять выходит. Ну и теперь показать вот на форуме. Владислав Чиш, Омск. Игнатий Тихонович, здравия. А что делать людям, у которых плохо растет борода в силу возраста? Она не темная, волос не жесткий. С такой по лице по улице не походишь. Бреешься и ждешь, когда начнет расти хорошее. Что посоветуете? Спасибо. Я подумал, девчонка сидит. Похоже как. Ну даже не подумал, что парень-то. Не трожьте. Не трожьте бороду, какая есть. Посмотрите у изобретателя радио Попова. Какая бороденка. У Хошимина какая. Три волосинки. У Чаплина. Посмотрите, какие волосинки торчат-то. И еще встречался, не трогал. Понимаете? Ну нужно найти людей, у которых борода совсем никакая почти. Не трогать, не трогать. Дорогие модераторы, прошу отправить вопрос на форум. Спасибо. Ну вот отправили. Так вот тут и будь среди нас. Смотри, какой. Пожалуйста. Хорошая фотография. Игнатий Тихонович. Добрый день. Это Дьякон Иоанн из Новосибирска. Вы как-то мне посылали Дмитрия Сорокина, бывший баптист, и Антона Малетина, бывший харизма, для беседы. Беседы прошли с помощью Божьей. Хорошо. Благодарю за доверие. Вот так. Видите, он какой сидит. Сварочный аппарат. Какой хороший, батюшка. Вот просто замечательный. Вот по счастью, мы так в руки-то брали подобное-то. Ну вообще. Священник, этот Дьякон, вот так вот. Это здорово. Вот он варит что-то, может быть, для арматуры. А, так сказать, это заливать будет фундамент. При скачивании ваших книг столкнулся с небольшой проблемой. Вы дальше прочитаете, о чем здесь есть. На лучшем уважении он тут. Вот это, чтобы кто-то помог мне это перевести. Прочитайте, ну дайте какие-то советы мне. Дальше. Андрей Заикин. Похоже, пацаненок. Добрый вечер, Игнатий. Я смотрел много ваших роликов про ваше село. Все у вас очень хорошо. Люди работящие. Дай Бог вам всем здоровья. Как только к вам... Как-то. Как-то к вам приезжал священник ваш. Знакомый точно, не помню имя. Отчество у него. Сын, спасатель. Вы говорили, что не любите профессию спасателей. Мол, Бог приготовил людей, которых они спасают. Приговорил. А, приговорил людей, которых они спасают. Я вот думаю, разве не божескими руками эти люди спасают людей? Разве не Бог им помогает? Разве это не благое дело выдачи человека из лап смерти? Они ведь спасают и взрослых, и детишек. Но это был не священник. Это Володя Пищиков. И приехал он с сыном Сережей. Был здесь. Он только готовился туда поступить. Дело в том, что спасать хорошее дело, нужное дело-то. Мы говорили не об этом. О том, что когда люди, просто что попало, делают, их надо спасать. Вот он залез на крышу, я там сброшусь. А теперь старается спасти его. Спасал его, он его схватил и дернул. Вместе упали, разбились. Я про это говорил. Кого? Пьянь спасать? Ну, надо смотреть маленько, это выбирать. Иван Иванов. Демократия в аду. На небе царства. Святой преподаватель Иоанн Кронштадтский. Родной город Тюмень. Игнатий Тихонович, вопрос касаемо Восьмого Вселенского Собора и ереси экуменизма. Многие современные богословы утверждают, что католические и другие церкви, церкви, сёстры. Как мы сами знаем, что это противоречит апостольским и соборным правилам. Ваше мнение касаемо этого вопроса. Ну, что-то вы не ответили, Игнатий Тихонович. Молчание Бог предается. Григорий Богослов. Молчание. Только далее, вечером, далее я не ответил. Только утром отвечаю. Я не говорил о том, что все где-то. Я говорю об апостольских, которые имеют рукоположение 5, уже называл сегодня. Да. Вот здесь для этого поехал патриарх. Вот в эту субботу он будет встречаться с Папой Римским где-то в Гаване, на Кубе. На аэродроме, нейтральную территорию, чтобы избрать. Видишь, как думают? Надо поддержать патриарха, чтобы мудрые мысли Бог дал. И разделение всегда плохо. Сатана, разделяя власть, говорит. А Бог желает, чтобы были все единые, как... Вот есть такое сочинение, хорошее, на 15 главу Евангелия Тиана. Вот как ягоды вместе, и как нужно быть. Прекрасная проповедь такая. Я посмотрел, кто сказал. Это Карл Маркс написал. Выпускной у него был на экзамене. Карл Маркс. Знаете, кто это? Вот так. Так что молчание придает с собой. Правильно, не молчу я, везде говорю об этом. Ну, а церкви, сестры. Патриарх также подходит под благословение и целуется. Прямо заклевали патриарха Кирилла. Вот он там... Я ничего не говорю только о том, что с Папой Римским, где бывают-то. И не тогда, когда он ходил там, где идола поднимали. Ну, разные там места, где это... Там я не согласен. Дальше. Роман, Роман... Роман, Роман, скрыть подробную информацию. Игнатий Тихонович, весьма примечательно, что митрополит Кирик представляет самую незнаканоническую линию в греческом старостильном городсколе. В 1900... Ну, не важно. Мне сказали, так что я проверять буду. У нас есть знакомые, которые там находятся. Еще что? Так, и Матфей, отделившись от других раскольнических... Ну, понятно, это правило-то. Ну, нет и нет, вас это не касается. Почему я должен думать, как вы думаете? Мне сказали... Греки, они имеют рукоположение. Перешли епископа. Они сказали то-другое. Ну, вы так считаете, и все. Я с ними общения никакого не имею. Но я могу это сказать, как мне сказали. Даже мне это неизвестно. Просто я прочитал про это, так сказать. У меня вообще ни одного епископа я не видал в глаза. Но они имеют рукоположение. И все, я это сказал. Вячеслав Иванов, родной город Одесса. Игнатию Тихоновичу на заметку. Католическая церковь Востока присоединяется к православной церкви. Слава Иисусу Христу. За последние несколько месяцев... Ну, дальше прочитаете. Вот здесь прочитаете, где. Тут все это написано. Вот. Берем. Это... А на что отвечает? Я знаком с вами заочно. Сначала 90-х по записям, которые вы распространяли. Ответ. Многодетный, сосланный, пусть работает. А по воскресеньям служит. Священник многодетный, денег не хватает. А по воскресеньям служит. Вы видите этого многодетного на нас. У нас в нашей деревне православное есть работа и служение. Ну, да, дальше. А книга, как говорится, это уже не раз я говорил. Какие книги? Опять спрашивают. Вчера несколько человек. Тимофей Чекулаев. Дальше. Игнатий писал о русской православной церкви следующее. Московская патриархия создала новую религию. Не о христианстве. Не о православии. В основу чего положен внешне обрядовый антураж. Имя и кресть живых церковных предателей. Камуфляж православия. Это не видят только уже вовсе безразличные, без страха Божьей живущие. Создана совершенно чуждая апостольская церковь мирская. А поганенная миром. Неотделимая от мира. С привычками и ухватками безбожного мира. Организация. Как тогда может признаваться благодатность РПЦ? Ну, понимаете, ну как вот. Я говорю, какая она есть и признаю благодатность. Ну как, не знаю как. Я знаю, что очень далеко, глубоко падали. Христос пришел к погибшим овцам Израиля. Погибших вообще никого нет. Один скотомогильник, как патриархийный. Но он не пошел куда-то к филистимлянам. Не посылал. А иди покажись священнику. Так что мы уже, кажется, встречались потом в Балхане. Так. Ответ. Вот он где. Посчитай. Ответ какой. Бог верен остается. Себя отречься не может. Вот ответ мой. Тимофей Чекулаев. По-твоему, благодатность есть даже у еретиков? По сути, твое мнение, это и есть признание того, что РПЦ это еретики. Из твоего мнения вообще выходит, что РПЦ это по сути латиняне те же самые. Мне правда интересно. Интересно. Да, очень похоже. А вот священников сколько есть приезжает оттуда. Они уже совершенно крестить не хотят. Ладошка. Все католическое. А католичное совсем. Благодатность у еретиков нет. Никакой. Но то, что они признают Иисуса Христа, вот это первоначально. Это от Бога. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Евгений Шатилов. На отца Арсения вам лучше выйти через отца Геннадия Фаста. Телефон. А теперь? Отец Арсений в Португалии уже нет. Он теперь служит в Бейруте. По-моему, с Рождества. Мы приехали в Португалию, его там не было. Говорил он кто-то другой, увлекался, кажется, сектантами. Потом в мои пленки попали. Что-то такое там было-то? Анастасия Яковлева. Вот она какая. Игнатий, здравствуйте. Так получилось, что я лежу в больнице. Завтра меня будут причащать. Вы не скажете, как подготовиться? Завтра я буду причащать, а теперь надо подготовиться. Я отвечаю. Думаю, что малость опоздала с вопросом. А батюшки посоветуют не есть, не пить после 24.00 местного имени. Быть в чистоте, прочитать канун покаянный, канун ангелу-хранителю, Богородице и Святителю Христову Николаю Чудотворцу. Но вы же в больнице и этого не сделать. Просто помолись и сознанием своего недостоинства приступай с радостью, со слезами в душе. Вот ответ. Ага. Вот тут ответ. Это христианка там назвала, христиана. Дальше что? Вот это о чем? Как вы понимаете, толкуете этот стих Матфея 16.18. На каком именно камне строится Церковь Божия? Спасибо. Ну вот ответ, посмотрите какой. Прочитаете и все. Вот она. Опять это вот, она не православная. Слова из предповедания Петрова, ты Христос, сын Бога Живого, и есть камень нашей веры. Спасибо. Ну ладно. Просто любите. Она себя скрывает, и не люблю я это дело. Евгения Саженцева. Помолитесь за Рубу Божию Евгения и Владислава. Мы хотим пожениться. Но наш путь очень тяжел. Мы блудили. А теперь хотим принести покаяние. У нас зачат ребенок. Все советуют делать аборт. А я не хочу. Ксения Титова. Здравия желаю. Хотела узнать, сколько стоит детский лагерь и сколько стоит домик в вашей деревне. Домиков больше нету, но лагерь нынче будет, наверное, около 7 тысяч. За месяц. За месяц. Повторяю, у меня в среднем 53% полностью бесплатно дети. А я в частном порядке, мне ни рубля нету. Я должен... Волка ноги кормит. Роман Фроликов. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Рад вас видеть и слышать. Вот и прочитайте. Прочитайте. Многовато здесь. Прочитайте. Вот он опять. Затормозите и прочитайте. Потом. Иван Потапов, Северск. Смотрю ваше видео с отцом Сергием. Очень нравится ваша вера и стремление служить Господу Богу. Хочу сказать вам спасибо, потому что вы помогаете мне в вере. Понимаете, это там, где Сергей Дудин. А потом он взбесится буквально и будет рыскать все эти ролики, уничтожать и проще. Ну, это патриарша. Измена, трусость и обман. Не может быть по-другому. Это кровь такая, Сталинско-Бериевская, которую образовали патриархию. Сколько стоит домик в деревне, спрашивают. Стоимость домов разная. От 100 до 300 тысяч рублей. Вот это, я говорю, было когда-то. Нина Быкова. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста. Я в свою веру вообще не верю. Единственное, что заметила, когда к моему окну прилетают голуби, что происходит крайне редко. То у меня меняется жизнь в лучшую сторону. В первый раз они прилетали целой кучей перед моим обращением в храм. Второй раз перед причастием. А сегодня один и тот же. Думаю, может, наконец-то рожу. Просто голубь Божья птица, поэтому я заостряю на них внимание. Или же не стоит? Не стоит. Наталья Фролова. Добрый вечер, отец Игнатий. Вы много знаете о православном мире. Может быть, знаете, где есть пророк, который предсказывает будущее. Заранее благодарна. Ну, ищите и найдете. Кирилл Сыч, хотел у вас спросить православная церковь. Существует ли такое понятие, как общая испыль? Спаси Господи. Вот интересно. Теперь я могу маленечко ошибиться. Это, кажется, был в настольной книге 3-й том. И там Щичагов. Он канонизирован теперь. И вот Серафим, кажется, был. Он уже ушел на пенсию в Санкт-Петербурге. В Ленинграде был на пенсии. 73 года было. И оттуда больного, лежащего на постели, принесли и расстреляли. И он говорил, ее общий исповедь соблазн подал Иоанн Кронштадтский. И, может быть, он плащет теперь там. Что он сделал такое? А мы ссылаемся на этот пример. Вот какие мысли. Нет такого нигде. А раньше, как каждый исповелся перед всем народом. То есть вернуть к этому очень трудно. Ирина Синейникова. Беркут написано там все. Игнатий, понимаю, что сердце мое не чисто, хоть и верю в Христа Спасителя. Мне помощь ваша нужна. Две соседки у меня, обе гадают, сплетни. Живу в коммунальной квартире. Тяжело мне порой. Нападают в то одно, то другое. Всего не переписать. Понимаю, что прощать должна я любить. Но так тяжело порой, всегда, когда оскорбляют. Сплетничают и гонят за то, что верующие. Как мне помолиться за них? Чего это я не понимаю. Простите за ошибки, близорукость. Он говорит, он претерпел все, потому и помочь. Я гоню терпение, это гонение уже 53 года минимум. Я знаю. Помощь только одна в Господе. Инна Гарковенко. Вот Инна, Рима, это мужские имена, запомните. Мужские, это не женские. И крестить Инной никто не будет. А у людей вот эти имена, интересно, как придумали. Это же мужское имя-то. Пинна, еще Пинна, третье имя. Здравствуйте. Можно спросить. Мне вот очень хочется поработать по специальности в соцзащите. Как правильно об этом молиться? Пообещала Господу, что если Сергей Анатольевич возьмет меня в соцзащиту на любую должность, окажу ему вечное поминовение о здравии. Правильно я сделала? Вечное поминовение. Да он вечно-то живет, не живет. Вечное поминовение только за покойников-то. Ну, правильно-неправильно там. Надо подумать, туда ли ты должна пойти еще в соцзащиту. Неплохое это дело-то? Ну, помолитесь, Господь вам откроет. Как заучен сказать-то? Без платка ходишь, прохо. А ты о чем? Во соцзащите-то. Ну, я пишу. Во всех отношениях абсолютно неверно. Не знаете, чего просите. Ну, неверно в том смысле, что даже не знаешь, нужно ли такое. Ксения Титова, здравия желаю. Хотела узнать, сколько стоит детский лагерь? Сколько стоит? Я отвечал уже. Наталья Фрулова, добрый день. У вас много знаете о православном мире? Может быть, знаете... А, пророк, который знает дуночь. Лагерь нашему 44 года уже. Он был единственный на весь Советский Союз православный лагерь. Сколько он гонений претерпел, ужас. И от кого? От попов. Прямо убивали буквально. Ничего не могли сделать. Ничего. Господь встал на защиту. 15 комиссий краевых только было. Там приезжали на нескольких машинах. Все, их КГБ подняли, приехали. Ничего не могли сделать. Вот и все. Маленький лагерь. Ничего не могли сделать. А то там какие-то рождественские чтения, Роскомзор напишут. Показать деятельность какую-то. Вшивая деятельность это. Кирилл Сыневич, хотел вас спросить. Православная церковь существует ли такое понятие, как общая исповедь? Спасибо Господи. Вот, существует, но не одобряется. Я просто даю. Вот он. Серафим Чищагов. Вот я про него говорил. Откуда это взято? Настольная книга Священного Существования. Том 8. Вот страница какая. Но я делал оговорку. Вот оно, прочитаете. Смотрите. Вот отсюда. Исповедовать. Вот отсюда начните. Исповедовать в грехах. А вот, ну да, прочитай один раз. Часто. Часто можно слышать от церковных людей ссылку на опыт протеерея Иоанна Сергеева Конштадтского, проводившего общую исповедь. Неужели и он мог служить делу оберщения и сознательно противопоставлялся оправданию церкви? Он отвечает. Это было его личным дрезновением, за которое он соответствует пред Господом. Но нам он не только не заповедовал следовать его примеру, а напротив ставил в качестве руководства явное указание следовать уставу и совершать личную тайную исповедь. Исповедовать в грехах надо чаще для того, чтобы поражать, бечевать грехи открытием и признанием их, и чтобы больше чувствовать к ним омерзение. Надо на исповеди без утайки все свои сравные дела подкрыть духовнику, хотя и больно, и стыдно, позорно и унизительно. Священник-врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь, искренно, откровенно, сыновей удоверчивостью. Умершие люди, если видят, что дела, совершенные на земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, скорбят, и душа протеерей Иоанна не может не скорбеть, видя соблазн общей исповеди Серафим Чичагов. Он канонизирован теперь. Надо помнить эти слова всем, ссылающимся на протеерей Иоанна Сергеева, «Управдание общей исповеди, ставя свое церковное беззаконие в связь с великим пастырем, а не увеличивать его скорбь». Настольная книга «Священнослужители», 8-я страница, 8-я страница, 8-я страница. Ну, дальше я вот что говорю, поминайте наставников ваших и дальше. Хотя я верю в Христа, не помощь ваша нужна. Две соседки у меня, обе гадают. Видите, чтобы вот это знать, вот вопрос задали об участии. Кто эту исповедь установил? Кто? Я должен был знать, это дело Яна Кронштадтского. Но где об этом написано? Кто говорил? Ну, это надо было знать. То есть это очень капитальный труд. Настольная книга «Священнослужители», не меньше как по 700 страниц. И вот я должен был из 8-го тома, нужную страницу вытащить. Понимаете, ответ как непросто давать. Это не труды святых отцов, но капитальный труд Московской Патриархии. Хорошие очень богословские труды. И вот страница, точно все, теперь кончена. Не просто я сказал, а страница 473. По какую страницу? Ну, пускай мне Попы или Осипа по ответит. Он даже, может быть, и не считал этого. Это Бог делает такое. Значит, соседки, гадалки. Дальше. Василий Слыва. Игнатий Тихонович, объясните, пожалуйста, как заповедь неубий совмещается с повелением Господа убивать беззаконников. Спаси Христос. Нет, вы не знаете, какого вы духа. Ответ. Евгений Магер, здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Ответьте, пожалуйста, можно ли в вашем храме заказать треба упокоения? Нельзя. У нас только за своих молятся, которые знаем. Даже родственники умер, кто тщательно батюшка разузнает, тогда только поминает. Не надо дурить мозги людям. Сергей Дудин. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Сегодня на собрании прихожан Покровского собора города Гатчины я вызвал волну несогласия и непонимания со стороны прихожан своими высказываниями, что мы, православные, должны своей жизнью проповедовать, не стричь бороду. Вместо «спасибо» говорит «спасти Христос», креститься широко и правильно везде и в любом месте, не обращая внимания на то, что «а», нас подумают окружающие. Приступать к еде только после молитвы, благословим ее крестным знаменем. Так же всегда и везде. Мне сказали, что в книге чисел, глава 20, сказано про царский путь, и что я должен идти им и не выставлять на показ того, что я православный, тем, кто воспринимает это с агрессией и раздражением. Вы скажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Ну, это Сергей Дудин другой. Он занимается детьми, которые брошенные дети в Санкт-Петербурге. Так, Василий Смолеев. Это не считая этому изменнику и предателю. Как заплатить убей, этот, не убей, совмещается с повелением Господа убивать беззаконников. Да. Ну, в Новом Завете этого нет. Ну, коротко. Евгений Магер, можно ли заказать в храме вашему о покоении, спрашивают. Да. Нет, это совершенно невозможно, даже если бы вы были сами здесь. У нас за покой молятся только за тех, кого знают, что человек был рабом Божьим и умер в вере. Если бы вы прислали миллионы, тогда это абсолютно невозможно. Дальше. Павел Настев, город Санкт-Петербург. Я священник с 6-го, 6-го, 2006-го. Заштатный. Примерно так же пострадал, как Кураев. Благодаря ЖЖ Кураеву узнал о Лапкине. Не хотелось бы все 38 томов Лапкина приобрести. И мечтается познакомиться лично с Игнатием. Может, через Питер будете ехать. Я показываю, что это где-то вот, прочитаете. Вот. Ответ ему вот. Я отвечаю, где. О книгах опять вопрос. Евгений Давыдкин. Здравствуйте. Хотел задать вопрос. Возможно, уже много раз вы отвечали на него. Не просто церкви православной. Не получается. Тоже надо погружение принять. Если да, то можно и нужно ли. Мы далеко от вас находимся. И есть ли возможность в регионах поблизи непосредственно приехать к вам? Ну, вы ищите. Ищите там и найдете. Многое находят дальше. Юлия Долбнева. Добрый вечер. Позвольте поминать вас за здравие. Скачиваю видео с вами. Очень нужно нам. Как же в армию идти? Там же дальше не видно. Очень нужно. Видите, у нас все в армию идут. Все, но альтернативная служба. Дается им справка такая, что они христиане, верующие. И все. Вот она тоже поняла. Надо полное крещение принимать. Как поднялись на нее священники, муж. Все поднялись на нее против. А она твердо стоит, одна женщина. Слабая, хрупкая. Много у нас роликов с ней, несколько тут разговоров. Ответ к Сергею Дудину. Я отвечаю. Вот, позвольте. Повещите. А в чем этот царский путь? Нету нигде ничего. Вот это вот растянули, а не дальше. Ответ Евгению Давыдкину. Ну, я пишу, прочитайте, вот где, смотрите. Просто я заторможу, а вы посчитаете. И дальше. Юлия Долбнева. Так, скачиваю видео. С вами очень нужно нам по вопросу. Да, по путешествия. Вот. Какие у нас должны быть справки. Это вот какая растянула все это. Кто это? Это надо влево сейчас, вот тут бегуну подвинуть внизу. И выше может Антонина Кириллова. Ну, понимаешь, вот она, видишь, как это. Что она тут? Здравствуйте, Игнатий. Спасибо, что вы снова приняли меня в друзья. Прошу вас прощения за резкие комментарии. Ну, я не знаю, что делать здесь. Она растянула вот эту вот фотографию. За которую вы исключили меня из своих друзей. Исключил? За что? За резкие комментарии. Ну, не знаю где-то. Вот это я просто убрать обязан. Иначе никак. Попадает все. Сейчас я уберу эту. Вот все встало на место. Одна. Запечатала. И дальше что? Ну, опять это самое. Как христианно называется так. Дальше. Юлия. Василий Гидурь. Драгоценнейший мой друг. Имею вопрос. Христос сколько времени находился на могиле, гробу? Начитаем. Иисус умер в пятницу, и тело его положено в гробнице. А душа его, по человечеству, сошла в преисподние места земли. Это день первый. Лука 23, 53. И сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе. День был пятница. Вот какие места? Вот какие места? Прочитайте эти места. Дальше. Ночь на субботу первая. Ну, я считаю вторая. Вот почему. При Моисеи одна ночь заняла 43 дня. Исход 10, 22. Моисея простил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле. Египетская три дня. Премудрый Соломон, 17, 20. А над ними и одними была распростерта тяжелая ночь образ тьмы, имеющая никогда объятий. Но сами для себя они были тегостнее тьмы. Здесь же три часа была ночь на всей земле. Вот 27, 45. А шестого же часа тьма была по всей земле. Пояснение. Суббота, второй день. Ночь на первый день недели воскресения, третья ночь. Воскрес в первый день недели, это уже начало третьего дня. Ну и дальше вот какие места писания. А дальше толкование фефилахта. Видите, какой разбор дается. Ну, это что-то опять она говорит, это ей непонятно. Не люблю. Какая-то птичка, ни фамилия, ни имя. Ну, так вот уже есть. Дальше. А почему только в пяти, в откровении упомянуто семь церквей. Какую церковь вы себя причисляете? Ну, я отвечаю вот где. Мы православные. Ну, вот и дальше прочитайте, видите. Опять она тут что-то. Блаженов эпилакт. Блаженов эпилакт. Мы знаем, что закон духовен, а я просто не продам греху. Вот теперь дальше. О чем говорится? Спрашивает. Вот толкование блаженов эпилакта. И она опять вставляет это все здесь. Опять ей ответ. Так. Вы ничего не читаете, ваш багаж мизерный. Даже здесь указано, вам бы хватило на несколько дней. Но вы тут же сдаете свои постоянные писки. Зачем? Этот форум не для спора. Получив ответ, рассматривайте его. Молитесь о том, чтобы что-то осталось в голове и в сердце. Ответы ваши уже не нужны. Ибо вы из числа тех, кто всю жизнь где-то бродит, едва ухватывая запах сказанного. Ваши вопросы и ответы, несогласия, есть от духа противления истины. Есть поиск спора. Какая-то еретичка. Зашла и вот она. Вам этой вечности не потребуется. Эти пикирования никакого отношения к христианству не имеют и не относятся. Самое высшее качество христианина смиренно мудрие. Его сектантов никогда не было и быть не может, пока они находятся вне церкви Христовой. Не дерзите. Отныне ваши спорливые вбросы будут удаляться. И если этого не поймете, вам это вовсе уж не на пользу. Не грубите и не дерзите. Я тружусь среди сектантов всех мастивых же 51 год. И ох, как близко и хорошо знают духа, водительствующего ими. Вам нужно сходить на покаяние, на исповедь к священнику, а не кваситься в собственном снобизме единоверческого заблуждения во всех вопросах. Валентин Куделин, здравствуйте. Прошу вас рассказать о дарах Духа Святого. Ну, эта тема очень большая. И рассказать. Это не просто так. Я сейчас показываю. Вот как наш форум выглядит. На него заходите и ставьте свои здесь данные. Вот. Это вот наш православный видеоканал. Пожалуйста. Вот он как выглядит. И вот здесь вот главное, где если нажмете, вот здесь идет житие на каждый день. Житие святых. Я не признаю святых, а только моим голосом в интернете это и есть. На каждый день святые выставляются. Посчитайте. Вот здесь. Заходите. Здесь более четырех тысяч наших роликов. Ну, и найдете, что нужно. А вот это наш сайт. Сайт. Здесь наши книги. Вот. Можно скачать. Новый завет с толкованием. Ну, до слова Божьего. Здесь ответы. И даже, что только душа пожелает. Ткнете вот сюда уже на форуме будете. Ткнете сюда на видеоканал перейдете. Вот на сегодня. Вот то, что мы смотрели. Вот пока сейчас говорили, опять кто-то зашел уже. Вот. Колокольчик и первый. Сейчас гляну. Вот. Ну, непонятно. Бар тоже за глоба. То ли его такая фамилия, то ли еще. Вот теперь я сюда открыл. Нужно так ткнуть. Вот так открывается где-то. Что он тут говорит? Игнатий Тихонович, знаете ли вы, что у старокатоликах женское священство? Ну, знаю или не знаю. Не знал я этого. Ну, мало ли что. Это неправильно. Этого не должно быть. Ну, у нас сегодня как будто бы все. Да, подожди-ка. Все сказал. Подожди. Ну-ка, быстренько мне сюда заведи слово анафема, на которое нападают они. Анафема. Без ошибки. Все. Вот смотрите, на что нападают. Вот анафема. Как они там? Такой виск издают. Ну, действительно, кодло прямо. А вы дальше-то посмотрите. Кто говорит это? Вики Ольцин. И он дальше говорит. И снова напоминание о том, что православные не только почитают, но и поклоняются икона. И дальше он говорит об этом. Моего тут ничего нету. Это он говорит. Все данного слова его. Меня здесь интересует анафема. Это еретики сказали. Еретики против православных. Что нужно-то? А православные им анафему отправили. Вот я и беру, и показываю. Пожалуйста. Вот какие анафемы это было. Материал-то не мой. Тогда что, мне его не брать было? И вы мне командуете на моем ресурсе. А дальше я говорю. Вот из Святой Библии где анафемы. Вот. Вот какие анафемы. Всего лишь только. И поэтому эти утвержденные Богом. Остальные. Первое коринстом 4-5. Не судите никак. Ни направо, ни налево. Откуда вы увидели, что я против икон? У меня отголубей он закрыл. У меня икон в углу 30. Приоткрой маленько. 33 иконы. Да. Маленько. Видно. Чуть кверху потихоньку приподними. Это я закрываю. Голуби летают, чтобы не садились. Вон они где иконы. Пожалуйста. Ну еще непонятно. Потихонечку опусти. У меня от пола до потолка в иконах все. Большие, маленькие. Ну все остальное это уже не знаете еще. Видите, кодлы. Вот. Видите, анафема, анафема, анафема. Да. Это мне прислали материал такой. Он выставлен. Ничего здесь такого нет. Да. Еретики. На православных. Говорят православные. Им этим же отвечают. Анафема только вот. Кто не любит Господа. И кто искажает священное писание. Это только православные. На православных анафем это все падают. Они Библию не любят. Библия вообще не знают. Ну все на этом. Благословен Господь. Благодарю Никита, что посчитал. Володя, что снимал. И все, кто был и молился здесь. Продолжение следует. Продолжение следует...